Какой основной инструмент Апологетики? Ну, из самого названия «Апология» можем догадаться, что основным инструментом Апологетики является логикой. Поэтому следующий наш раздел – это «Христианская апологетика и логика». Вы знаете, по большому счету этот раздел появился из одного спора, который как-то возник у меня с прекрасным братом во Христе, но немножко с иными взглядами на сущность сверхучения, чем у меня. Он из харизматической церкви. И вот главное, что он пытался утвердить. Сейчас он со мной согласен, хотя я продолжаю ходить в ту же церковь. То есть дело не в церкви, тех убеждений, которые у самого человека сидят, что логика и вера несовместимы. Что логика нужна там, где не действует Дух Святой. Если ты постоянно полагаешься на логику, то, наверное, у тебя с Духом Святым что-то не в ладах. Потому что Дух дышит, где хочет. И он сам живет Вадимым Духом. Правда, Дух то в одну сторону ведет, то в другую. Иногда спрашиваю, каким именно Духом он? Вадим. Но тогда вот, дабы как-то его переубедить, я попробовал взять самое харизматическое событие в Библии и посмотреть, имеет оно отношение к логике или нет. Ну и тут, в общем-то, никто не спорил, не спорил он, что самым харизматическим событием в Библии является Пятидесятница. Схождение Духа Святого на апостолов. До этого я понимал, что там Павел человек, грамотный, образованный, изучал его проповеди с точки зрения как апологета. Тут уже действие Духа Святого, тайна, в которую вмешиваться лучше не стоит, только запутаешься одно, вот прижало. И тогда я вот взял карандаш, бумагу и стал перечитывать эту проповедь с точки зрения логики. И вы знаете, я просто был шокирован в итоге. То есть по одной этой проповеди галилейского рыбака, на которого шел Дух Святой, можно написать учебник по логике. То есть там есть все типы по логике аргументации. То есть там есть все типы логических аргументов, которые только существуют. Поэтому давайте начнем с того, что мы с вами разберем эту проповедь. Ну? В предосмотрении Дня Пятидесятницы все они были единодушны. И внезапно сделался шум из неба, как бы отнесущегося сильного вектора почти наполнил весь дом, где они находились. И явились тем, разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. Использовались все дупы с дупа. Все начали говорить в нынных языках, как дух давал им провещевать. В Иерусалит уже находился и людей, люди набожные, искаковал народным небесами. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в святение, и у каждой слышал их, говорящих его на речи. И все изумлялись и дерились, говоря между собой, сие говорящие, и сели Галилеяне. Как же мы слышим каждое собственное наречие, в котором жилились? Барфяне, и Медяне, и Явамиты, и Шитиле Месопотамии, Иудеи, и Кампадохии, Онтайасии, Фригии и Памфилии, Египта, и Чистей Юрии, принадлежавших Кирине и пришедшие в Трим, Иудеи и Бразелиты, Гритяне и Аравитяне, слышанных нашими языками, говорящих на великих делах, Божьих, и из взялисти, и недуговая говорить друг другу, что это значит. А Иудеи, не спекаясь говорить, а не добились сладкого вина. Иудеи, Иудеи, и все живущие в Иерусалиме, сие это будет вам известно, и внимайте слова Мои. Они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня, но это есть предреченное Пророком и Аилем. И будет в последние дни, говорит Бог, и слию от Духа Моего на всякую плоть, и будет пророчествовать сны Ваших и дочери Ваших, и юноши Ваши будут видеть видения, и старцы Ваши сновидениями вразумляю, и на рабов Моих и на рабыль Моих в те дни и слию от Духа Моего, и будут пророчествовать, и покажи чудеса на небе, и вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и пыльни и дыма, солнце превратится во тьму, и луна в кровь, и грешно нежно наступит в день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Уже израильские, выслушайте слова Мои. Иисуса Мазария, но и желте свидетельствованного Вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас. Как вы сами знаете, всего по определенному совету и предредникам Божию крепят Его, вы взяли и пригласивши руками беззаконных душев. Но Бог поднесил его, раздохнув в без смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорил ему, «Видел я пред Собою Господа всегда, ибо Он одеснули меня, дабы я не покрывался». Оттого возрадовалось сердце Мое, и возвеселился язык Мой. Даже и боль Моя покоится в уповании, ибо Ты не оставишь души Моей в воде, и не дашь святому Твоему верить трение. Ты дал мне познать путь жизни, и исполнишь меня радостью пред лиц Твоих. Мужик, братья, это будет позволено с познавением сказать Вам о братце Давиде, что Он и умер, и погребен, и Грог Его у нас до сего дня. Будучи же Пророком и зная, что Бог, взгляд твое, обещал Ему от плода вслед в Него воскресенных Христа по плоди, посадив на историю Его, Он предсказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его плоди, и плод Его не видела пления. Твой Иисус Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он был и в Нем, если Божия и принял от Отца обетование Святого Духа излил то, что Вы на Неме видите и слышите. И Бо Давид не вошел на небеса, Он сам говорил, и сказал Господь Господу ему, «Сиди, одеснуя Меня, доколе положу в рогов Твоих, подножие ног Твоих, и так твердо, зная, везду в Израиле, что Бог соделал Господем и Христом с Его Иисусом, Которого Вы распяли». Слышая это, о нем милились, сердце рассказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья, Петруша сказали, покайтесь и докреститься каждый из вас во имя Иисуса Христа и обращение грехов. Вы получите дар Святого Духа, ибо вам принадлежит обетование и детям вашим, и всем дальним, кого им призовет Господь, Бог наш. Итак, о чем, собственно, рассказывает Петр? Каково содержание его проповеди? И насколько он отличается очень сильно от многих проповедей, которые мы слушаем сегодня. Разговор совершенно конкретный. Опять же, он начинает с того, что у людей было предположение, что апостолы напились. И он опять начинает говорить, да как вы смеете, мы святые люди божьи, а вы нас обвиняете в пьянстве и прочее, 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 прочее. Ну хорошо, давайте рассудим. Есть два варианта. Либо они пьяны, либо нет. То, что они пьяны, это попытка объяснить происходящее естественным путем. Ежели они не пьяны, то, значит, происходит что-то сверхъестественное, то есть это некое знамение. Далее, значит, пьяными они быть не могут, потому что еще только 9 часов утра. Ну, я понимаю, что в нашей культуре это не аргумент. Ну, специалисты все равно умудрялись. Но дело в том, что люди-то собрались в Иерусалим на праздник. И в этот праздник до первой молитвы, в третьем часе дня, или по нашему времени в 9 часов утра, до первой молитвы никто ничего не ел, не пил. И как раз люди-то собрались, они шли в храм в это время на первую молитву к 9 часов утра, и тут раздался этот шум, и на шум они прибежали. То есть еще никто не ел, не пил, поэтому... Ну, понятно, на праздник напиться вполне все возможно, но как минимум надо было хотя бы начать есть и пить для этого. Они еще даже не начинали. Из чего делается выявление? Слышно они не пьяны, следят на это знамение. То есть естественное объяснение. Не верующий всегда что-либо сверхъестественное всегда будет пытаться объяснить естественными путями. Как говорил один апаллгет Кенхэм, что если, значит, исследователи найдут на горе Арарат ковчег, то просто скажут, что это русская подводная лодка. Вот. Но всегда будут попытки естественным путем что-то подобное объяснить. Хорошо. Те знамения, которые вы наблюдаете, они больше всего подходят из всех известных нам знамений. Те знамения, которые предсказаны пророком Иаилем. Не все из них. Но евреи прекрасно понимают, что такое пророческая перспектива. Что пророчество во времени исполняется поэтапно. Пророк видит все сразу. Для него одно время, будущее. Вот. Исполняется оно поэтапно. Вот это так называемая пророческая перспектива. И вот мы видим исполнение части этого. Потому что ни по что другое это не подходит. А Иаил предсказывал наступление Дня Господня. Какой из этого вывод? Наступил День Господень. Каким образом? Хорошо. Наступил День Господень. А День Господень, как всем известно из пророчеств, должен был наступить с приходом Христа. Нет, я прошу прощения, с приходом Иисуса Христа он не должен был наступить. Он должен был наступить с приходом Христа. Разговор идет, является ли Иисус Христом или не является. Знаете, просто очень часто в русском языке для нас Иисус Христос стал как имя-фамилия. Вот. И там, например, там даже проповедники сказали, что Петр пытался доказать, что Иисус Христос воскресе из мертвых. Ничего подобного. Петр пытался доказать, что Иисус вот этот самый, которого вы убили, он и есть Христос. А то, что у нас есть из мертвых, это что вам и так известно. Это доказательство. Вот. То есть, разговор идет, является ли Иисус Христом. Итак, значит, День Господень должен был наступить с приходом Христа. Следствие Христос явился. Раз День Господень наступил, Христос здесь, представьте себе толпу, которая так долго ждала пришествия. Все, во, все сбыло, сейчас нам его покажут. Вот там эти люди, значит, говорят на всех этих языках. Это явно что сверхъестественное, потому что мы все понимаем. Шум с неба, языки огненные. Опять же, как бы шум ветра. И понимаете, что для них слово ветер и дух это одно и то же. К тому же, Дух Святой, то есть некое особое состояние Божьего присутствия питалось за завесой. И тут слухи такие распространили, что завес того. Разорвано теперь. Вроде там дух теперь не может удержаться. И тут все слышат шум ветра и проявление огня, которое тоже ассоциируется с Божьим присутствием над Духом Святым. Вот, сейчас нам выведут Мессию, сейчас мы его быстро на трон, корону надеваем, римляне долой и тому подобное. Вот, но Петр говорит, тут Петр тут же переключает скорость. Говорит, подождите, мы уже неоднократно с вами обманывались, нам тут уже всяких лжехристов подсовывали. Давайте для начала, чтобы не ошибиться, примем решение, по каким критериям мы будем решать, настоящее это Христос или нет. То есть, как мы можем распознать настоящего Христа. Вот, допустим, Давид писал, что Святой Божий не увидит тления и взойдет на небеса. Ну, а я тут без всякого сомнения, в русском синодальном переводе с дерзновением, вот, но без всей несомнения могу вам сказать, мне открыть страшную тайну. Давид, так кажется, умер и похоронен, и вот там его могила, если кто не верит, пойдите и посмотрите. Вот, гроб его у нас до сего дня, можете сами убедиться. Следовательно, Давид писал не о себе. Давид писал о своем потомке Христе. Именно он писал в этой самой пророческой перспективе, будучи пророком, как синодальный перевод говорит. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Итак, что нам известно о Христе? Христос должен быть потомок Давида, должен быть засвидетельствован от Бога силами и чудесами и знамениями, должен не увидеть тление и должен возиться на небеса. Вот у нас есть четыре критерия, вполне достаточных, по которым мы можем отличить истинного Христа от неистинного. Иисус, потомок Давида. Далее, засвидетельствован от Бога силами, чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через него. Среди вас, как вы сами знаете, это не я вам рассказываю, вы мне рассказали про эти чудесы. Вы мне про них рассказывали. Далее, всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все, 20 человек свидетелей. Сколько свидетелей нужно по закону Моисея? Нужно двое. Тут 120 собралось. Вот мы свидетели, это факт. То есть, если это неправда, можете побивать нас камнями. Вот. И именно Иисус вознесен в Десницею Божией. Вывод. Твердо знай весь Дом Израиля. Других вариантов нет. Это не догадки, это не предположения, это не гипотезы, это не теория. Это факт. Бог сделал Господом и Христом вот этого самого Иисуса, которого вы, собственно, и убили. Так что все свободны, можете идти по дому. Представляете этот восторг их ожидания, что сейчас нам покажет Иисуса, сейчас нам покажет Христа, и без всякого сомнения Петр показывает, что этого Христа вы убили, того самого, на которого уповали наши отцы. Так что все, надежды тогда быть больше не может. Можете расходиться. И вот то, что переведено, как они умирились сердцем, то есть все называют, сжалось их сердцем. Кому? Как камень. Так что же нам теперь делать? Действительно, а что делать, если больше... То, ради чего жил, больше этого не будет. Что же теперь делать-то? И вот теперь, когда они спросили, что же нам делать, тогда уже Петр начинает им рассказывать хорошую новость. Хорошая новость, что на самом-то деле так и должно было быть. Что так и должно было, так и должно поступить, так должно было поступить с Мессией. Именно так предсказывали пророки. И все сбылось, как и было предсказано. Понимаете? Вот, помните, мы говорили о философии иудеев, мировоззрении и мировоззрении эллина. Вот в этом разница. Видите, Петр... Для того, чтобы люди охотно приняли хорошую новость, благую весть, Евангелие, Петр им начал рассказывать плохую новость. И когда они понимают, насколько плоха, плохая новость, хорошая новость начинает для них приобретать смысл. Если вы встречаете человека на улице и говорите, вы знаете, знаешь, вот у меня тут такое есть лекарство импортное, совершенно дорогое, там 100 долларов одна таблетка, но я тебе могу дать бесплатно, если нужно, обращайся. Ну человек скажет спасибо, хорошо, интересно, буду иметь в виду. Если вы скажете человеку, вы знаешь, я тут просматривал твои анализы, похоже, что тебе недолго осталось. Но у меня есть хорошая новость. Вот у меня тут есть лекарство импортное, 100 долларов таблетка, на тему воды бесплатно. Человек ту же самую новость примет совершенно иначе. То есть она для него уже будет вещь, новость о жизни и смерти. Она будет касаться лично его. Вот в этом-то и проблема в мировоззрении эллинов, в мировоззрении иудеев, что эллины – это те, кто не знают плохой новости. Поэтому хорошая новость для них – безумие. Они не знают, что мир был сотворен совершенно, они не знают, что мир лишился этого совершенного состояния из-за грехопадения человека. И поэтому, как его можно, этот мир, изменить? Он такой, как он всегда. Боги существуют, как всегда существовали, люди существуют, как всегда существовали, одни и другие тела нет. Иудеи же – те, кто знают плохую новость. Те, кто знают, что мир был совершенно иным, но именно из-за грехопадения в мир вошли страдания, болезни, смерть, и в итоге все мы являемся в плену смерти. И поэтому для них столь важна благая весть. Поэтому она для них соблазна. Действительно ли Иисус – это тот путь, который нас от смерти спасает? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok